я зашла свой любимый магазинчик рассматриваю ну нового ничего нету как бы сейчас товара не очень много но все равно красиво интересно очень интересно сейчас вам покажу такой декорчик красивые люди обалдеть вот чайник видите да чайник он рабочий вот здесь крышечка девочки приклеили вот здесь вот немножко чтобы держалась эта крышка ухты это все здесь вот лежит это чайничек рабочий для заварочки обалдеть ценовая политика 5000 гривен 100 долларов это 3 600 это где-то сколько 150 долларов получается вот это чайник но это как декорчик идет но интересно же да интересно интересно вот здесь декорчик красивый красивенько да посуда красивые чашечки вот для детей тоже посуда кстати я была показывала посуду детскую и пришел чайдать таня спасибо большое вы мне подсказали теперь знаю что я куплю внучки на день рождения к дню рождения вот купили набор такой ребенок с удовольствием будет чай пить молочко какао с такой красивой чашечки да и для девочки можно для мальчика подобрать что-то интересное классно хорошенькие какие до чашечки а здесь я покупала вот наволочки гобеленовые вот эти но я брала по 180 гривен сейчас почем 180 до 180 сейчас акция гобелен можно подобрать расцветочку могут есть что-то вот коровка что-то интересное декорчик кувшины чайнички но красиво красиво все красивое мои хорошие только хочу напомнить бутики малыши это насыщение человек который хочет постранить который удерживает вес он должен научиться разделять продукты на те которые его насыщают надолго 4-5 часов минимум и которые вообще не насыщают вот зачем есть продукты которые не насыщают зачем меня вот эти три кусочка сыра очень насытят очень сыр жирный хороший кстати звенигород добродар звенигород я покупала по акции сегодня еще кусок куплю во первых акция во вторых свежий только привезли знаю места а в больших торговых центрах 460 кажется и выше 290 очень вкусный сыр очень ясно за ним соскучилась вот они покупала этот сыр давно то у меня пармезановая группа у меня с пожитником то у меня мягкий сыр это у меня творог он режется как адыгейский не покупала звенигорода брадарную вот купила на днях получила удовольствие сделала небольшой кусочек но сегодня возьму побольше так я о сырах напоминаю сырые орешки перед носом не класть да почему вспоминайте потому что сырые и орешки имеют психоактивные свойства семечки тоже психоактивные свойства еще немножко еще немножко еще немножко вспомнили да чем старше сыр тем у него больше аминокислот которые отвечают за переедание за переедание а нам это не нужно чем старше сыр тем он способствует перееданию вспомнили да поэтому отрезайте небольшие кусочки и прячьте этот кусок в холодильник мне этого достаточно с головой я больше никогда себе не отрезаю сливочное масло да вот сколько здесь грамм 10 грамм или 20 советская норма 20 грамм хорошего сливочного масла 20 грамм нам обязательно нужны насыщенные жиры но сколько здесь грамм 10 грамм точно не будут мне жиры очень нужны у меня еще витамин d3 к 2 10 тысяч принимаю большие дозы вот которые люди принимают в один день до там на полмесяца это очень вредно так нельзя делать сразу большую дозу бахнуть витамина d это нормально нет нет конечно находить информацию ищите это неправильно так что еще до витамин d3 это еще не только синтетическим витамин d3 это сливочное масло меня кстати домашняя это домашняя беру молочницы вот это витамин d3 сливочное масло больше всего витамина d3 в сливочном масле сметана жирной сливки потом только творог молоко никогда растительная форма витамина d3 до d2 кажется да не превзойдет по биологическим ценностям и пищевым животную форму никогда поэтому обязательно сливочное масло хорошего качества ну хотя бы 82 и 5 находите достойного производителя так об этом напомнила мне еще маслины ферментированный продукт вкусно и полезно правда вяленые но для меня вкусно кому-то нет оливковое масло еще немножко сбрызнула и орегано так вкусно травка такая сухая вкусная так вкусно но кофе само собой только немножко позже у меня через минут 15 я просто не люблю вот с пищей чай кофе мне не вкусно не вкусно нет кофе так отдельно меня тогда я чувствую вкус кофе но все показала вам напомнила бутики малыши у меня каждый день это моё насыщение но это вкусно правда небольшой объем продуктов небольшой объем а насыщение на 45 часов и потом жира белково-жировая субстанция правильно белково-жировая субстанция не выделяется инсулин нету инсулина нету аппетита это самое главное нету перекусиков напомнила да ну все бутики малыши это наши у меня как всегда небольшая ремарочка вспоминайте что любят наши надпочечники что вводит в работу наши надпочечники соленый завтрак маслины и оливки капусточка ферментированная кислая допустим до селедочка фаршмак икра эти продукты вводят в работу наши надпочечники что любят еще надпочечники еще любят надпочечники белок вот он белок молочный белок классный вкусный напомнила но сейчас у меня первая чашечка кофе порует кофе да как всегда красивая роскошная пеночка мой любимый и не только мой любимый на так уж писала танечка привет моему сливочнику и тоже нравится мой маленький сливочник он такой классный прозрачный прозрачный легкий невесомый сколько наливая сливочек смотрим у меня достаточно вот одна маленькая порционочка мне на два раза на два раза одна пипетка это для меня очень жирно невкусно сладко а вот так в самый раз кто со мной всем приятного кофе питья у меня как всегда небольшая ремарочка вот чашка побольше кофейная я покупала ее в этом красивом магазинчике я вам сегодня показала этот магазинчик напомнила о нем да я купила две чашки конечно любому человеку приятно чтобы чашечка была красивой до красивый орнамент красивая форма я никогда не куплю чашку по красоте я должна взять ее в руки она должна быть легкая потому что еще будет наливаться жидкость и чашка может быть очень тяжелая неподъемная потом должна быть удобно ручка вам должно ушко должно быть чашечки да должно быть очень удобно это ушко вы должны держать чашечку и получать наслаждение то есть и легко и удобно должно вам быть только так покупалась у меня это чашка кстати у меня их две вот эти чашки потом по поводу орнамента вот блюдечко это не конкретно кофейная пара нет я покупала отдельно две чашки блюдечек не было но у меня столько посуды люди смотрите смотрите сюда я взяла блюдечко вот от таких кофейных пар у меня их много но не 6 больше но не 12 меньше и вот орнамент на этом блюдечке цветочек да очень очень подходит к этой розочки даже по цвету розочка маленькая розочка большая правда и получается кофейная пара чисто случайно кстати вот эти кофейные пары если возьму блюдечко допустим да о смотрите гдр это сколько лет я обожаю эти чашки у меня каждая чашка кофе я меняю чашки мне нравится так красота правда я молчу без комментариев сегодня передо мной опять женщина это идет вы быстренько часто я вижу она постоянно занимается постоянно умничка а у меня в руках вот овес проваренный я же себе напиток и засадила и вот пожалуйста сейчас уточкам положу только две уточки голуби а так больше уточек сюда где-то они спрятались в кустиках наверно и вот и положила овес но голуби так не очень а уточки хорошо клюют а голуби балованные это проваренный вес он мягкий но клюют я каждый день выношу я уже в третьей части парка мокрая вся хоть выкручивай но отрабатываю отрабатываю быстрые углеводы халлу сейчас буду идти вот это расстояние в быстром темпе с поднятыми вертикально руками вот там далеко далеко ротундочка кругленькая сейчас приближу кадр и посмотрим виднеется до далеко ротундочка вот туда идем погнали не идем а погнали от занималась а хоть выкручивая вот показываю фейс лица красоту ничего не испортит нам нужны только факты правда вот шорты такие мокрые да вот мокрющее какое пятно да вот резинка вся мокрая вот на попе на попе вот я иду это люди смотрят думаете она сидела какой лужи где набахнулась да вот вам пожалуйста это не то что плавочки мокрые футболочка мокрая шорты через плавки мокрющее букет показываю сухо цвет красивый яркий на данный момент в комнате нету такой большой яркости темно у нас сейчас не солнечная сторона и в комнате нету яркости но букет очень красивый очень сейчас выйду на балкончик и буду пить кофе на балкончике я обожаю цветочный принт а здесь у меня кофе со сливками уже 2 чашка я прибежал с пробежки не да у меня 11 часов еще рано к часам 12 буду есть а сейчас кофе со сливками на тоже еда это насыщает люди не забывайте чай с молочком кофе с молочком кофе со сливками чай со сливками это насыщение не забывайте пьем сколько хотим передо мной тоже цветочки пеларгония большом ящике отсвела красивая такая малиновая была немножко беда не осталась гвозички в белом ящике тоже уже цветают принципе хуже нету там сверху тоже горшочки пеларгония белая за ней красная есть бутончик есть но цветочки еще будут но сверху меня тут тоже print цветочный яркости нет вообще цветочки яркие 11 часов 2 чашка кофе и вот будем считать час дня я буду есть еще ничего не ела никаких перекусиков никаких фруктов у меня не было зато какая мне вкусная еда нравится мне такой завтрак то есть первый прием пищи скорее всего первый прием пищи до основной обильной потому что кофе со сливками кусочек сыра это так лишь бы кофе не натощак небольшое количество сыра до чтобы принять витамин d нужны жиры поэтому жиры немножко небольшое количество а основной объем такой пищи это меня скорее всего 12 к часу дня оладушки с яблочками яблочки маленькие белый налив у меня было таких 6 яблочек смотрите какие маленькие яблочки такие хорошенькие белый налив оставался творог и покупала в ту субботу молочница творог значит творог у меня приблизительно кусочек грамм 70 вот так где-то оставалось у меня здесь творог здесь яблоко здесь отруби нордик фаворит наш фаворит отруби нордик альтернатива муке отруби понижает гликемический индекс вот этого яблока то что нам нужно то есть подъем сахара в крови будет не быстрый отруби приблизительно две столовые ложки меня ну и корица само собой вот баночки сейчас вверх у меня будет здесь корица и конечно йогурт турецкий у меня вот такой густой вкусный вкусный ну что мои хорошие худеем вкусно кто со мной всем приятного аппетита курочку домашнюю разрезала пополам и вот столько жира курочка очень небольшая мясо немного это же не бройлерная курица а сколько жира я весь убираю его весь убираю жир вы только посмотрите какой он желтый желтый это что значит курочка кормилась и кукурузка и настоящий пшеницы настоящий это вещь куриный жир я чугуночки перетопила и вот он меня желтенький в баночке приоткрыла крышечку показываю вам бульон ну я бульоном никого не удивлю да как обычно морковь лук лаврушечка перчик немножко подсолила потом соль по вкусу можно потом добавить еще но как же пахнет этот бульон ну что значит домашняя курица конечно я первую воду не выливала это грех вы что люди самое основное выливать да нет жир убрала перетопила то есть жирку здесь не очень много курочка у меня вымачивалась целую ночь чистенько белюсенько без кровяки было ухты пеночка аккуратненько было снятой и практически даже не было и прозрачный желтый вкусный пахущий бульончик начала 5 15 минут но есть буду позже конечно через минут 30 наверно без 15 и 5 еду приготовила сейчас моя еда остынет и буду есть но хочу вам показать бульончик по центру бульонная чашка моя моя любимая бульонная чашечка ей сто лет уже этой чашки бульонной и бульон я специально не положила зелень чтобы вы увидели какой желтый красивый бульон люди я убрала весь жир на самой курицы не было жира не было вот она такая вот жирненько внутри было видно какой же он вкусный какой он пахущий конечно с фермерской курицей этот бульон не сравнить положу конечно сейчас зелень вот с пялочки положила петрушечку у кого-то укропчик чашка бульона какая-то польза обязательно сейчас вам напомню о пользе бульона бульон это что это коллаген это желатин это очень полезно белок мясо животное пожалуйста да это насыщение бульон желатин это насыщение потому что желатин это 95 процентов белок то есть это насыщение это наша еда ну и конечно чтобы было сытнее у меня еще салат а конкретно капуста по-корейски которую я готовила с буречком помните на терочку терла резала крупно кусочками капусточка по-корейски она чем дольше стоит тем она вкуснее вот такой второй прием пищи насыщение конечно а развитие тела будет еще какое кто со мной всем приятного аппетита здоровенький вы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать немного с вами пообщаемся мы с вами только о похудении мы с вами только о стройности мы с вами только о мотивации и конечно о здоровье сегодня тема тоже здоровье тема похудения обязательно я не буду зачитывать сегодня комментарии немножко себе хочу да показала там кое-что как всегда показываю что-то красивое хочется показать вчера вечером было красиво магазинчики помните где чашечки покупаю красиво покупала раньше да сейчас мне не нужны чашки на столько чашек люди показываю свои пробежечки сегодня я просто настолько была мокрая жарко на улице страшно потом у меня темп я такая была мокрая показала факты свои шорты это не просто там у меня где-то под руками я вспотевшенька футболочка на спинке нет у меня шорты мокрые по улице еду вроде бы где-то ляпнулась лужа была я иду нормально очень знаете с гордо поднятой головой я не чапаю как чапа зачитание хорошо от занималась это хорошо да значит показываю свои тарелки сегодня показала вам и первый пище ладушки напоминаю очень вкусно с ворогом делала у меня оставался творог мне иногда могут сказать вот ворог портится там на третий день плохой творог у меня шестой день отличный творог отличный творог шестой день люди завтра семь дней как я покупала творог все больше нету то есть какую-то часть творога небольшой я использовала на эти ладушки с яблоком отруби не мука отруби сегодня приготовила бульон хорошая домашняя курица меня вы сели были хорошая курочка показала сюда мои хорошие вот просто нету просто да это не просто четыре дня вообще никакой моторики кишечника вообще никакого позыва в туалет у меня нету четыре дня сегодня кто-то скажет и что таня немедленно вот бурячок отводить там какие-то ягоды не советуют люди я прошу вас не советуйте мне это моё по жизни я знаю я знаю даже не пишите не у меня все свое я знаю это где-то спазм где-то желчный поступило 12 перстную если желчь не поступает 12 перстную все моторики кишечника нету и вы в туалет не пойдете нет нет где-то что то есть да может быть мало жиров у меня плохой отток желчи идет это как думаю все потому что конкретно сейчас столько овощей какие-то и фрукты правда салаты у меня просто тазиками кто-то скажет вот у вас такое жирное питание у вас и сыр у вас и масло я показала сегодня количество сыра и количество масла люди а это количество масла это же не 50 грамм или не 100 грамм как советует кандидат медицинских наук доктор шишонин он так и говорит 100 грамм масла сливочного где надо съедать послушайте шишони на масле я же не брешу а у меня сколько масло там 10 грамм нету да ну по 100 грамм я не буду есть понятно этом разом вот но может быть мало жиров у меня а только желчи нету желчи не поступает 12 перстную я решила сегодня ударить по этому всему до чем бульоном люди бульоном думают смотри быстро бульон себе жирники натуральный хороший там же какие насыщенные жиры будут у тебя это даже не сливочное масло там немножко я ем мало до чашку бульона завтра все будет хорошо люди лечатся это бульон это как лекарство ну что неправильно костный бульон это ж какая прелесть у меня не костный бульон бульон из курочки домашняя курица но я думаю это лучше чем какой-то наварчик из овощей но это не я думаю это думает наука так костный бульон да пройдемся по косточкам по косточкам бульон у меня был очень костный домашняя курица вообще самый полезный бульон это куриные косточки самый полезный бульон куриные косточки но к этому дойдем бульон настоящий настоящий да должен вариться долго и он должен вариться Конкретно из костей. Это кости животных или куриные косточки, да. Жира тоже не должно быть. Бульон как лекарство вообще, правда? Жир нужно снимать обязательно, так как он при длительной варке окисляется. А это холестерин. Самый вредный холестерин – окисленный. Окисленный холестерин – запоры. Вот у меня запор ровно 4 или даже 5 дней. В общее по нулям. А вес, люди, Таня переживает какой-то килограмм лишний. Холва. Задумайся, Таня. То есть окисленный холестерин – это когда вы долго варите жир, и окисленный холестерин – это запоры. На данный момент окисленный холестерин. Буду бороться с этим. Потом. Костный бульончик содержит в себе вещества, которые снимают воспалительные процессы. Воспалительные процессы конкретно в организме. Воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Кто там? Кхе-кхе-кхе. Услышьте. Верхние дыхательные пути бульоны. Потом. Лабораторным мышкам вводили в рацион конкретно костный бульон. И вот этот бульончик снимал воспалительные процессы кишечника у этих мышей. Увеличилось число хороших бактерий, улучшался микробиота, а это наше пищеварение. То есть не только мышкам легче становилось на костном бульоне, да? Но и нам уходят воспалительные процессы, улучшается пищеварение наше, улучшается работа нашего кишечника. Вот это для чего взяла сегодня, сделала костный бульончик. Потом. Кто принимает антибиотики, а такие есть. Если что, сразу антибиотик. Я вообще в жизни его не пробовала, слава Господу Богу. Значит, если принимаете бульоны, то, конечно, бульон будет смягчать действие антибиотика. Различные заболевания, конкретно по кишечнику. Улучшается состояние кишечника. Кстати, у нас не только калит в кишечнике, да? Что у тебя? У меня калит. Кажется, 123 вида есть кишечных заболеваний. Мы об этом не знаем, нам об этом не рассказывают. Так вот, принимая костный бульон и навары хорошие, да? Улучшается состояние кишечника. Вспоминайте. Хорошие бульоны, первая вода не должна сливаться, должна быть хорошая курица. Это что? Это выстилка нашего желудка и нашего кишечника. Если плохая выстилка кишечника, с дефицитом питываются компоненты пищи. Вы поняли? Плохая выстилка кишечника. Люди страдают. Калит. У меня гастрит. Жиров насыщенных хороших нету. Я думаю, наверное, мало жиров. Вообще навары никакие не ем. В основном овощи, овощи. Вот люди говорят, летом-то классно. Овощи, овощи. Вот овощи. Вот овощи. Тема сегодня просто здоровье. Вообще бульоны, любые, даже не костные, даже из домашней курицы, ставят людей на ноги. Вы вспомните, раньше люди приходили в больницы. Неважно, какая причина у человека, по какой причине человек находится в больнице. У кого-то аппендицит, у кого-то перелом, там руки, ноги, что-то еще, да. Приходили сотрудники, друзья, проведывать человека, да. Да, сотрудники приходили раньше, было приятно, правда. Приносили что? Не коробку конфет, правда. А что приносили? Бульон. В литровой банке. Заматывали в газетку, потому что сохраняется тепло. Или в махровой полотенце. И никто не стеснялся приносить литровую банку хорошего бульончика. Какая-то ножка там внутри была. У каждого в холодильничке был бульон, скорее всего, в тумбочке. В тумбочке или на тумбочке стояла литровая банка с бульоном. И хороший анестезиолог после операции скажет завтра, чтобы был бульон. Это восстановление после наркоза, люди, после наркоза. Значит, что? Иммунитет сильнее становится. Бульоны должны быть. Бульоны. Что еще приносили? 100% битки. Свиные битки. Должны быть хорошие аминокислоты. Хорошие, правильные аминокислоты. Белок должен быть животный. Структура нашего тела. Человек в больнице, миллионы клеток погибает. Антибиотики, капельницы, наркоз. Что должно быть? Не банан, а должен быть белок животный качественный. Аминокислоты. Бульоны. Набары. Не овощные. Нет. Бульоны. Ну пусть даже курица. Пусть не костный бульон, да? Хорошая курица. А сейчас бананы. Женщины. Ну это не сейчас. Пару месяцев назад роются в бананах. А я говорю, идите посмотрите, там по акции есть. Она говорит, да мне надо они такие черные. Я в больницу. В больницу? Бананы. Вы такие чулы? В больницу бананы. Сахар. Конкретно грибы у этого человека будут вырастать плохие внутри. Человек, мало того, что он там под капельницами, под химией, так еще и сахара ему принесли. Сахара. Зъешь бананчик, бабушка. В тебе сахар один, а садь, ничего. Ты в больнице, тебе надо бананчик, да? Различные микропатогенные организмы моментально. В тысячу раз больше их станет. Все сволочи любят сладкое. Человек в больнице, а ему бананы несут, сахар, да? Так вот, только бульоны. И бульоны восстанавливали. Вы вспоминаете. Не успел человек, заболел дома, сразу мама бежит, куда-то достает на рыночке. Курочку, надо курочку, надо бульон. Вот, бульоны нас лечили. У нас дома было такое лекарство, бульон. И сто процентов можно сказать, бульон это лекарство. Потом, ну если уже берем костные бульоны, такие настоящие, да, то этот продукт, конечно, содержит не такое большое количество, а число калорий, да, мало калорий. Допустим, если суп на костном бульоне, то он, конечно, насыщает. И уменьшается количество, кстати, внутреннего жира. Есть жир подкожный, есть висцеральный, висцеральный, который обволакивает полностью все наши органы. В отличие от овощных супчиков, вот эти навары, или бульон из курицы, или это свинина, или говядина, больше насыщают. Употребление конкретно костного бульона снижает, внимательно, снижает активацию тройничного нерва. Употребление костных бульонов снижает активацию тройничного нерва, который отвечает за такое заболевание, как мигрени. Вы такое слышали, люди? Вот эта информация, я с вами делюсь. Я только нахожу для себя эту информацию. Кто-то может фильтровать, пожалуйста. Сами-сами находите, ищите. Мне это очень даже нравится. Даже профилактика такой гадостной, гадостной таких заболеваний, как мигрени, как профилактика может быть. Потом должно быть достаточное количество веществ, конкретно в бульоне. То есть не просто там три косточки телепаите, туда-сюда. А такой навар должен быть конкретно концентрат наварчика. Кто-то может сказать, вот бульон костный, это все-таки хорошо, это кальций. Нет, нет, еще раз нет. Значит, чтобы получить количество кальция, эквивалентное, допустим, стаканчику молочка, или стаканчику какого-то кефирчика, или стаканчику какого-то йогурта, нужно выпить пять-шесть стаканов бульона любого. То есть бульон, это не кальций. Нет. И потом должно быть количество. Вот сварили кастрюлю бульона, да? Выпили сегодня чашку, поставили в холодильник. Ой, у меня бульончик забыла. Там на третий сутки, на четвертый, да? Бульон нужно принимать в системе, как лекарство. Вот для состояния волос, допустим, человек принимает полгода, чтобы восстановился рост волос на 30%. У кого, допустим, плеж. Там должно быть свое количество бульона. Самый полезный бульон, кстати, из куриных косточек. Из куриных косточек самый полезный. Почему? Потому что в нем больше всего такой аминокислоты, как глицин. Помните? Глицин, который продается. Глицисет, глицин. Помните? Так вот, больше всего в куриных косточках. Конкретно аминокислоты глицина. Потом свиной, допустим, коллаген. Он полезнее рыбного. Сколько принимать в день? 5-15 грамм желатина мы должны с вами принимать. В принципе, это даже как лечение. Бульон, да? Улучшает нам сон. Улучшает нашу память. У кого диабет тоже очень здорово, полезно. Конкретно бульон. Почему? Потому что аминокислота глицин. Возьмем белок. Возьмем желатин. Снижение аппетита. Это насыщение. Нету сахара. Снижение аппетита. Потом желатин. На 44% снижает аппетит больше, чем молочный белок казеин. Желатин на 44% снижает аппетит больше, чем казеин, молочный белок. Почему полезный бульон? Потому что это коллаген, это желатин и это аминокислота глицин. Очень полезный бульон. Конкретно из свиных костей и куриной кости. Больше всего аминокислоты глицин. Потом, сколько принимать нужно конкретно бульона? Значит, 10 грамм желатина это 500 грамм бульона. Пол-литра. Пол-литра. Если нужно восстановить немножко кожу, да, состояние кожи. Допустим, человек принимает месяц каждый день по пол-литра. Тогда только будет результат. Ну, точно, как и препараты принимают, да. Каждый день, каждый день аминокислота глицин три раза в день принимается. Три раза. Не одна таблетка, допустим, а три раза хорошо в день, да. Точно так и бульон, навар костный. Каждый день по пол-литра. Тогда будет результат по коже. Тогда будет результат по состоянию волос. Плеш исчезает. Но там надо длительно принимать минимум пол-года. Каждый день пол-литра. Лекарство. Лекарство лечит. Но должна быть система своя, да. Ну, потом желатин успокаивает наш мозг. Аминокислота глицин помогает нормализовать уровень сахара у людей даже с большим весом. Бульон очень-очень здорово. Ну, вот я бульончик вам показала, себе приготовила, вам показала и напомнила. Я уверена, все достанут хорошие кости, себе купят, да. Не обязательно домашнюю курицу. Покупайте хорошие свиные кости. Готовьте насыщенные бульоны. Это очень-очень здорово. И чем чаще вы будете принимать, тем лучше. А то так все сейчас перешли на овощи. Вот и результат Танечка, да, получила. Все. Я сейчас буду каждый день принимать бульончик. Восстанавливать микробиоту. О, микробиоту. Мои хорошие. Мои хорошие, наше время истекло. Всем благодарна за просмотры моих видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии и, конечно, за лайки. Большое всем спасибо. Как всегда, хочу пожелать всем Божьей помощи и Божьего чуда. Всем до встречи. Дальше будет. Дальше будет.